МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Чебоксары-Барнаул. Рабочая поездка главы Чувашии в Алтайский край. Пешком вокруг света житель Санкт-Петербурга решил совершить кругосветное путешествие. Расширяя границы партнерства, глава Чувашии Михаил Игнатьев сегодня встретился с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Делегация республики приехала в Барнаул с рабочим визитом. В деловой программе посещение предприятий и переговоры с будущими инвесторами. В Алтае работает наша съемочная группа. Слово Дмитрию Ковалеву. Рабочий визит Чувашской делегации в Алтайский край оказался довольно плодотворным. В Барнауле гости ознакомились с работой местной больницы, музея аптечного дела и открытого после реконструкции концертного зала. Но главным официальным событием этого дня стала встреча руководителей двух регионов. Губернатор края, принимая гостей, отметил, что у Чувашии и Алтая много схожего. Оба региона делают ставку на развитие сельского хозяйства и туризма. К слову, здесь, в Барнауле, проживают более двух тысяч Чувашей. А на базе одного из музеев даже создан национальный культурный центр. И вот, что еще отметил губернатор на рабочей встрече. Мы в целом прекрасно знаем, что жители вашей республики – это очень трудолюбивые, любящие свою землю. Во многом ментальность похожа. Алтайский край аграрный, поэтому и в Чувашии, и в Алтайском крае любят землю, любят за ней, ухаживают на ней, работают. Все мы, конечно, интересованы больше продавать, но мы можем больше покупать, если нам предлагается современная продукция, отличающаяся высоким качеством, если это продукция инновационная. Только два года назад товарооборот между двумя регионами превысил 500 миллионов рублей. Сейчас в Чувашию из Алтая чаще всего завозятся мука, макароны и шины для автомобилей. Стороны уверены, что после этого рабочего визита будут подписаны и новые контракты. Мы сегодня уже имеем достаточно развитые взаимоотношения с Чувашской республикой и в экономической, и в гуманитарной сферах. Сегодня мы ввели речь о том, что нам нужно эти взаимодействия наращивать, находить новые точки сотрудничества. Речь идет о расширении кооперационных связей в промышленности, в сельском хозяйстве, в культуре, науке, образовании. Эта встреча должна придать новые импульсы дальнейшему партнерству регионов, уверены их руководители. В ближайшие годы планируется реализовать немало совместных планов. Чувашская республика намерена закупать в Алтае местные породы коров, а к Чебоксарской электротехнике уже присматриваются на Барнаульском заводе по выпуску трансформаторов. Сотрудничать с субъекты хотят и в культурной сфере. Глава Чувашии пригласил алтайские коллективы принять участие в фестивале «Родники России». После рабочей встречи Чувашская делегация приняла участие в акции «Лес Победы». Она прошла на мемориале славы в краевой столице. Сегодня здесь было высажено более 400 деревьев. К трудовому десанту, среди которых были ветераны и студенты, присоединились губернатор Алтая Александр Карлин и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Предлагаю послушать его интервью. Это огромная честь и для меня, и для нашей делегации. То, что аллею здесь заложили, это будущее, единство нашей силы. И я предполагаю, что в дальнейшем молодые люди будут воспитываться в духе любви к родной земле, к родной отчизне. Но и мне остается добавить, что губернатору Алтайского края предложили приехать в Чувашию с ответным визитом. Андрей Ковалев и Андрей Шоклев, республика из города Барнаул. Малый бизнес как индикатор состояния экономики. Как чувствуют себя предприниматели, работающие в сельских районах, какие задачи перед собой ставят, выяснял премьер-министр Чувашии Иван Маторин во время рабочей поездки в Красноармейский район. В деревне Яманаки строится новый коровник. Дойное стадо молочно-товарной фирмы «Красная Сормова» насчитывает свыше 700 голов. А к лету будет еще больше. Здесь умеют считать деньги и хорошо знают, что увеличение производства невозможно без инвестиций. Есть откормочная ферма в другой деревне. Но там все по старинке. Потолки низкие, вентиляции нет. Кормление по старинке лошадьми раздает. А здесь у нас полностью миксер, кормораздача, кормовой стол, полностью вентиляция. Все у нас по-новому. Технику и оборудование обновили полностью. Причем успели до подорожания. Так что работают в нормальном финансовом режиме. Достаточно уверенно чувствует себя и предприятие «Композит-21», которое специализируется на выпуске пластмассовых изделий, канатов и веревок, а также переработке неметаллических отходов и лома. Несмотря на негативные экономические тенденции, «Композит-21» не чувствует снижения спроса на свою продукцию. Значит, вот этот багет выпускает Уфа, вот это выпускает Казань, а загубки, вернее, гарпунок выпускает Рязань. И в итоге у них получается... Партистика очень тяжелая. Да, то есть еще не подходит. Да, да, да. То при монтаже очень нет. Вот запустим, буквально в этом году запустим. В этом случае получается... Полнокомплект. Полнокомплект. Один из промышленных лидеров не только муниципалитета, но и всей республики – завод строительной керамики. С момента его запуска прошло всего два года. Предприятие практически сразу вышло на проектную мощность и с тех пор исправно обеспечивает республиканскую казну налогами, а 125 человек хорошо оплачиваемой работой. Во время поездки Иван Моторин осмотрел и социальные объекты. Новый мост через реку Шатьма и обелиск, павшим в Великой Отечественной войне. На последнем объекте завершается благоустройство. На днях начнется оформление территории. Цветочная рассада ждет своего часа в школьных теплицах. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах продолжается подготовка ко Дню Победы. Празднование начнется уже 6 мая. На каждый день запланированы различные акции и мероприятия. Наш корреспондент попыталась объединить в одном репортаже все события праздничной недели. Утром 6 мая в Парке Победы пройдет парад дошколят. А вечером на площади республики все чебоксарцы смогут стать участниками всероссийской акции, в рамках которой будет исполнена песня «День Победы». 8 мая во всех школах города студенты-волонтеры раздадут детям георгиевские ленточки и проведут урок Победы. 8 мая, где-то в 19.00 в Парке Победы начнется торжественная панихида, которую мы будем организовать вместе с епархией. И вечный огонь на бронетранспортере будет доставлен с Парка Победы к Монументу Матери, где в вечернее время, 8 мая, около 20.00, будет грандиозная театрализация. 9 мая основные мероприятия в Чебоксарах по традиции начнутся с утра, с возложения цветов к Монументу Славы и минуты молчания в Парке Победы. В полдень на Красной площади стартует Парад Победы. Прохождение Чебоксарского гарнизона и военной техники в этом году будет дополнено театрализованным представлением. После парада на площади республики соберется бессмертный полк. Молодежь с портретами их дедов, родственников, ветеранов. Это замечательная традиция, когда на Красной площади у нас с вами вальсируют пары, ветераны в орденах, девчонки с георгиевскими ленточками. Это настолько важная традиция и, наверное, она наполнена такой добротой и вниманием со стороны горожан, что мы эту традицию и увеличиваем, и, конечно, сохраняем в праздновании 70-летия. Весь день на Красной площади будут работать различные площадки и полевая кухня. После праздничных концертов небо на Чебоксарским заливом озарит салют Победы. Екатерина Кудряшова, Андрей Спиридонов, Республика. Современный флаг, герб и гимн Чувашии знают все. 29 апреля в календаре нашей республики отмечен как День государственных символов. В честь этого дня администрация города Чебоксара и участники волонтерского движения провели уникальный флешмоб. Приняла участие в нем и наша съемочная группа. Сочетание красного и желтого для жителей Чувашии, конечно же, ассоциируется с родиной. В Чебоксарах впервые был проведен флешмоб, участниками которого стали случайные прохожие. На площади республики волонтеры предлагали желающим в честь Дня чувашских государственных символов запечатлеть наш флаг гуашью на руке или на лице. Каждый из нас, вообще житель Чувашской республики, должен, во-первых, знать о государственных символах, должен знать о этом празднике. Это действительно государственный праздник для Чувашской республики. И каждый житель должен знать, что означает, что в себе, так скажем, скрывает все символы, которые изображены на гербе, на флаге Чувашской республики. Пока принять участие решили в акции немногие. Возможно, причина тому – ее новизна. Ведь подобный флешмоб проводится впервые. Но те, кто не побоялся и не постеснялся нанести один из символов республики на руку, все же были. Я решил принять участие в этой акции, потому что я живу в Чувашской республике. И я очень горд, что мне на руке сейчас нарисуют флаг Чувашской республики. Подобная акция в День государственных символов Чувашии обязательно повторится через год, пробуждая патриотизм к малой родине в сердцах как можно большего числа жителей. Екатерина Абрамова, Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Свои гербы и флаги теперь есть у комсомольского района Чувашия и 12 его сельских поселений. Свидетельства о регистрации вручили сегодня в День госсимволов. Синее чистое небо, кайма из дубов, которыми славится Чувашия. Под ней, как под кровлей, зеленая плодородная земля. А в ней 12 зерен. Ровно по количеству сельских поселений им предстоит расти и процветать. Так отныне выглядят герб и флаг комсомольского района Чувашия. Это третий район республики, который получил свидетельство о регистрации своих символов. Синее, желтые, зеленые цвета еще, между прочим, так скажу, как бы цвета тех национальностей, которые у нас преобладают в самсомольском районе. Зеленый цвет – это цвет мусульман, у нас татаров много. Желтый цвет – это, как вы сами знаете, цвет Чувашии, у нас 67% Чувашии. А зеленый цвет – это цвет как бы русских. У каждого сельского поселения свои поводы для гордости. Ни одно изображение на гербах и флагах населенных пунктов не случайно. Так на гербе новочелоны сербеевского сельского поселения красуется рыба. Мы гордимся своими прудами. У нас 8 прекрасных прудов на территории сельского поселения и прекрасное Семноши-Казанское озеро, которое занимает более 8 гектаров. Это как раз рыба, тружба всех национальностей, которые живут. И наших водоисточников. Идеи для флагов и гербов подавали сами жители. Так изобразить на флаге комсомольского района Дубы придумала пятиклассница. Однако осуществлял задумку профессионал. Депутаты, в общем-то, настаивали, чтобы был герб и флаг со снопом. Понимаете? Но эксперт Геральдического совета, Геральдий у нас в Санкт-Петербурге, как в былые времена, он, значит, сказал, что теперь каждому крестьянину давать фамилию снопов. То есть, вот, знаете, у нас по всей России матушки столько снопов, да, что уже, ну, некоторые наши коллеги плачут уже, да, думают, ну, как их это разукрасить, уже красок мне это не хватает, чтобы это отличить. Но один муниципалитет от другого. Это поэтому, вот, значит, здесь мы нашли такой вариант через пшеническую зерну, это трасси, трассить вот вместо колоса и снопа. Специалисты говорят, без герба и флага населенный пункт жить, конечно, может. Однако это визуализация и напоминание о том, чем могут гордиться его жители. Ольга Пырочкин, Андрей Спиридонов, Республика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Европы, Азии, Австралии, Южной Америки и Африки. В общем, побывать в 25 странах мира. До сих пор это еще никому не удавалось сделать. И если все пройдет удачно, это достижение войдет в Книгу рекордов Гиннесса. Свой поход пешком вокруг света Сергей Лукьянов посвятил 70-летию Великой Победы и блокаде Ленинграда. Ну, это образ жизни мой. Оно и не будило, оно во мне было. Это продолжение моей спортивной карьеры, моей жизни. Каждый день Сергей Лукьянов преодолевает в среднем 50-60 километров. Идет налегке. У него с собой только большой походный рюкзак. Много еды путешественник не берет. Большой запас попросту не поместится. Пьет колу, питается батоном, твердым сыром и копченым мясом. Кстати, считает эту еду оптимальным вариантом. Ночу чаще всего в спальнике, это процентов 80. Ну, а так бывает, помогают люди заинтересованные. И спортсмены, и не только спортсмены, а просто люди заинтересованные. Селят к себе просто люди с улицы, просто встречают, что давай к нам. Все бесплатно, все безвозмездно. Вернуться путешественник планируют весной 2017 года. Маршрут, впрочем, может быть изменен в случае возникновения очень заманчивых предложений. Например, посетить Японию или США. О проблемах, с которыми довелось столкнуться в пути, Сергей Лукьянов говорить не любит. Он считает себя самым обычным человеком, который пытается пропагандировать спорт. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика. А вот героиня следующего репортажа Наталья Пучкова – профессиональная спортсменка. Участница многих марафонов. Сейчас Наталья готовится к командному чемпионату России по легкой атлетике, где ей предстоит пройти отбор на командный чемпионат Европы. Напомню, что он пройдет в конце июня в столице республики. Наша съемочная группа побывала на тренировке спортсменки. Подопечная заслуженного тренера Чуваши Валерия Григорьева не раз выходила на старт международных соревнований. Самые последние в марте этого года. Она стала второй на марафоне в Лос-Анджелесе, в котором приняло участие более 30 тысяч легкоатлетов всего мира. Сейчас же ее основная цель – отобраться на командный чемпионат Европы. Для этого предстоит показать себя на чемпионате России в Сочи. Мы посмотрели, в общем, какие спортсмены у нас на данный момент в России готовятся на какие дистанции. 3000 метров сразу отпадает, потому что там у нас есть сильная спортсменка, которая в этом году выиграла 3000 метров зимний чемпионат Европы. Поэтому мы решили именно подготовиться на 5000 метров. Тем более она марафонка. Тренируется Наталья каждый день, не зная выходных. Но оно того стоит. Ведь международные старты на родной земле проходят совсем нечасто. Тренировки проходят так же, как и обычно. Стараешься полную силу работать. И хочется, конечно, отобраться на чемпионат Европы командный. И будем стараться все сделать для этого. Хотелось бы, конечно, чтобы обязательно здесь участвовать. Потому что здесь родные стены, люди за тебя болеют. И родные стены, говорят, помогают. Командный чемпионат России пройдет в Сочи 28 и 29 мая. Так что у Натальи Пучковой впереди усиленный месяц тренировок для того, чтобы занять достойное место на сочинском пьедестале. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Картины в подъездах, клумбы из автомобильных покрышек. Мы уже не раз рассказывали о людях, которые украшают свой дом и двор. Ноу-хау городского дизайна последних лет – мягкие игрушки на деревьях перед подъездами. Наша съемочная группа заглянула во многие дворы города и попыталась выяснить, кто дарит плюшевым героям вторую жизнь. Этот плюшевый ротвейлер охраняет автостоянку во дворе дома по улице Пролетарской. А царя зверей мы нашли уже на Ахазово. Мода на мягкие игрушки затронула все районы города Чебоксары. Людмила Григорьева живет на улице Мичмана Павлова. Она украшает свой двор уже пять лет. В число многочисленных помощников ходят местные ребятишки и их родители. Это все равно как бы история нашего двора. Началось с чего? Что даже вот скамеечек этих не было, даже присесть. Сначала мы собрались. У нас очень дружные родители на самом деле. Все вышли, участвовали, нашли материал очень быстро. Мужчины помогали. Началось все со скамеечек. Ну, скамеечки появились хорошо. Потом мы решили, все-таки надо цветник. Посадили цветы. Стало еще лучше. Потом нам показалось, что нужны хозяева. Потому что это как бы уже такое пространство, где нужны хозяева. Вот появились эти хозяева, целая семья. И что самое удивительное, что ничего это ни разу никто не попытался сломать. Это так радует. Дождя звери не боятся. Людмила рассказывает, что современные игрушки очень быстро сохнут. На зиму она убирает их в коробку, которая стоит прямо в подъезде. А каждой весной число плюшевых друзей увеличивается. Я каждый год помогаю украшать двор игрушками. В этом году я принесла коробку и лягушку. Украсить двор игрушками можно по-разному. Иногда получается довольно милая композиция. А иногда картинка из фильма ужасов. Надо, мне кажется, чтобы был кто-то дизайнер. Что-то он сделал. А так, чтобы кто-то одно повесил, другое, другого повесил. Конечно, неинтересно. Это напоминает, у женщины бекутария висит на ушах, да? И у деревьев должно что-то висеть красивое. Мне это не нравится, потому что это некрасиво. Ну, потому что это неправильно, что игрушки мягкие висят на деревьях. Вообще, зачем это? Нравятся. Веселые. Мы сами вешаем, мы сами цветы, сами поливаем, сами капаем все. Все делаем в своем подъезде. А для чего вы это делаете? Ну, для красоты. Судьба уберегла этих собачек и мишек от пыльной жизни на антресолях и мусорного контейнера. И теперь они с любопытством наблюдают за реакцией прохожих. А она может быть абсолютно разной. Сколько людей, столько и мнений. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Каждый человек, обращаясь за услугой, хочет получить ее быстро, недорого и желательно в любое время дня и ночи. Компания Мегафон предлагает организациям Чуваши решение этого вопроса. Услугу 8800. Как предприятию организовать качественный сервис для своих клиентов, смотрите в следующем сюжете. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Многоканальный номер 8800 идеально подходит для организации работы горячих линий, справочных служб, отделов продаж и других подразделений, работающих с потребителями. Он легко запоминается, звонок на него бесплатен для клиентов предприятия, а выбрать остальные 7 цифр номера компания может самостоятельно. Сегодня номер 8800, как и официальный сайт, непременный атрибут серьезной компании вне зависимости от ее размера. Мы предлагаем своим клиентам простой и понятный интерфейс 8800, в гарантированный платеж которого входит базовый набор функций, ожидаемый покупателем. С другой стороны, услугу легко настроить под себя. В 2014 году Мегафон значительно расширил возможности данной услуги. И на сегодняшний день возможно переадресовывать входящие сообщения, которые поступают на единый номер 8800, в зависимости от времени суток, дня недели, региона звонящего и специализации сотрудника компании. Например, в выходные дни вызовы можно переадресовать на номер центрального офиса. В будние распределять по региональному принципу. А по окончании рабочего дня звонки будет фиксировать автоответчик. Если нужно установить определенное количество входящих звонков, например, в рамках акции по выдаче подарков, можно обозначить лимит на такие звонки. Предприятия Чуваши уже успели оценить все возможности сервиса. Количество подключивших номер 8800 от Мегафона за последние полгода выросло втрое. Диомера занимается поставкой измерительных приборов от известных отечественных и мировых производителей. По всей России, в том числе и в Крым. У наших клиентов часто возникает необходимость получить информацию о технических характеристиках, о сроках поставки, о цене. Мы подключили услугу 8800 бесплатный звонок по всей России от компании Мегафон. Данная услуга позволяет нашим клиентам с мобильных стационарных телефонов позвонить в наш офис совершенно бесплатно. Используя услугу 8800, мы заботимся о наших клиентах и повышаем эффективность бизнеса. Для клиентов с повышенными требованиями есть возможность управлять номером напрямую через личный кабинет. Оператор предоставляет статистическую информацию по обработанным звонкам. Возможность быстро изменить схему переадресации и решить любой технический вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok